Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск Сектора Джаза. Меня зовут Дима Семенищев. Я джазовый контрабасист и аранжировщик. В первую очередь хочу сказать спасибо всем тем, кто посмотрел предыдущий выпуск, в котором я интервьюировал Кристину Ковалеву. Для меня это был новый опыт, но судя по вашим откликам, вам это понравилось. Я обязательно продолжу делать интервью с людьми, которые интересны мне. Новый выпуск уже отснят, и вы увидите его в сентябре. О героя пока говорить не буду, немножко потерпите. Сегодняшний выпуск я решил записать специально для тех, кто только начинает импровизировать. И вообще ближайшие 2-3 выпуска я посвящу такому аспекту, как импровизация. Первый вопрос, который задает себе любой музыкант, когда начинает импровизировать, это что я могу играть, а что я не могу играть. Как можно, как нельзя, что законно, что незаконно. И сегодня мы поговорим о тех звукорядах, которые базово можно использовать для того, чтобы обыграть тот или иной аккорд. И все это будет законно, и полиция джаза к вам не приедет. Начнем с аккорда мажорного, с аккорда, который обозначается мэйдж или треугольничком. Практически в каждом учебнике вам напишут, что этот аккорд обыгрывается ладом лидийским. Для начала давайте взглянем, чем лидийский мажор отличается от мажора натурального. Он отличается ровно одной нотой. Это высокая 11 ступень. Почему же лидийский, а не натуральный мажор? Для того, чтобы понять это, давайте попробуем подойти к пианино или клавишам и построить от любой ноты, например, от ноты до, аккорд, состоящий из терций. И для начала мы будем его строить внутри до мажора натурального. Поехали! Итак, что мы слышим в данном случае? Мы слышим, что звук фабикар диссонирует с терцией аккорда и создает неприятное звучание. А теперь давайте попробуем сделать то же самое, но со звуком фа диез. И здесь мы слышим полный консонанс. Все получилось, все здорово звучит. Это простой опыт, который я рекомендую всем провести. И тогда у вас будет понимание того, что вы можете использовать лидийский не из учебника. Вы не прочитали это и не стали использовать как данность. Вы это пощупали. И, конечно же, в своей импровизации вы сможете использовать и натуральный мажор, и разные другие лады. Но все это должно происходить через практику. Вы поймете, что вы сможете использовать, обыгрывая до мажор и звук фабикар. Но в данном случае у вас фабикар должен быть либо проходящим, либо это должно быть задержание к терции, или, возможно, задержание к винте, или, возможно, этот звук будет внутри какого-то хроматического хода. В таких ситуациях вы, конечно, можете использовать до мажор натуральный. Но ноту фа диез в случае аккорда до мажор вы сможете использовать как ноту базовую, главную. То есть вы сможете в нее разрешиться. Возможно, вы встретите разные нотные издания или учебники, где вам напишут, что вы можете обыгрывать аккорд до мэйдж натуральным соль-мажором. Если хотите, вы можете мыслить так. Лично для меня это не очень удобно. Я не понимаю, в чем смысл. До мажор лидийский. Это тот же самый соль-мажор натуральный. Если вам легче мыслить аккорд рядом от другой ноты, да, пожалуйста, это ваше дело. Для меня это не очень удобно. Вот и все. Следующий аккорд — это аккорд минорный. Давайте проведем ту же самую операцию, которую мы делали с мажором. Теперь проведем с минором. Построим от ноты до по малым терциям аккорд, состоящий из нот натурального до минора. И что мы слышим? Мы слышим то, что звук ля-бемоль диссонирует со всем аккордом. А теперь заменим его на ля-бекар. Соответственно, мы также эмпирическим способом, а не с помощью учебника, узнали, что обыгрывать минорный аккорд мы будем базово таким ладом, как дорийский. И вот в данном случае иногда полезно мыслить немножко другим образом. Очень часто мы встречаем аккорд минорный в посредственности 2-5-1. И в данном случае аккордом минорным бывает аккорд второй ступени. И именно в этом случае мы можем мыслить до минор второй ступенью си-бемоль мажора и обыгрывать до минор си-бемоль мажором. Если мы сыграем ноты си-бемоль мажора от до до до, то мы получим как раз-таки до дорийский. Но с минором бывает еще другая история. В тех случаях, когда минорный аккорд является тоникой, чаще всего он берется в виде аккорда с секстой. И в том случае, если мы в аккомпанементе слышим аккорд с секстой, есть беспроигрышный вариант обыгрывать этот аккорд мелодическим минором. Вот так это звучит. Пойдем дальше. Самый интересный аккорд — это аккорд доминантовый. Для начала поступим с ним точно так же, как поступали с двумя предыдущими. Мы строим доминантовый аккорд от ноты до, соответственно, мы находимся в фа-мажоре, строим этот аккорд по терциям, используя только ноты фа-мажора. Как это звучит? И вот здесь происходит удивительная история. Мы слышим, что с аккордом диссонирует нота фа. Давайте попробуем ее на полтона поднять. Соответственно, первое сакральное знание, которое к нам приходит, заключается в том, что аккорд доминантовый базово можно обыграть таким ладом, как лидийский-мексолидийский. Но мы не должны забывать, что у аккорда доминантового еще присутствуют опции в виде альтерированных ступеней. Это низкая нона, высокая нона, высокая одиннадцатая и низкая тринадцатая. И если мы соберем все-все ноты вместе, то мы получим набор из десяти нот. То есть практически все возможные ноты мы можем использовать для обыгрывания аккорда доминантового. И эти ноты порой можно собрать в симметричные лады. Первый симметричный лад, о котором мы поговорим, это лад целотонный. Давайте построим от ноты до целотонную гамму. И мы получим до, ре, который является нонной аккорда, ми, это терция, фа диез, высокая одиннадцатая, ля бемоль, низкая тринадцатая, си бемоль, септима. Таким образом мы получили шестизвучный ряд, состоящий из больших секунд. В чем особенность этого звукоряда? Его особенность в том, что мы можем один и тот же звукоряд использовать для обыгрывания нескольких аккордов. С помощью них мы можем обыграть до септ, ре септ, ми септ, фа диез септ, ля бемоль септ и си бемоль септ. Этими шестью нотами они подойдут во все из этих аккордов. И, конечно, получающиеся созвучия будут довольно-таки интересны и нестандартны. Следующий звукоряд это гамма Римского-Корсакова или уменьшенный лад. Если вы умыслить от основной ступени, то он состоит из хода полутон-тон. Пойдем от ноты до. До, основной тон, ре бемоль, низкая нона, ми бемоль или ре диез, высокая нона, ми терция, фа диез, высокая одиннадцатая, соль квинта, ля тринадцатая, си бемоль, септима. Мы получили интересно звучащий звукоряд. И он также симметричен. Соответственно, тот же самый звукоряд у нас подойдет для того, чтобы обыгрывать сразу четыре аккорда. До септ, ми бемоль септ, фа диез септ и ля септ. Последний аккорд, который мы сегодня обсудим, это аккорд полуменьшенный. Чаще всего мы встретим аккорд полуменьшенный как аккорд второй ступени в миноре. Соответственно, если мы видим аккорд до полуменьшенный, скорее всего, он будет в такой посредственности. До полуменьшенный, фа септ, си бемоль минор. И в данном случае си бемоль минор будет тоникой разрешением данной посредственности. Как и в случае с аккордом минорным, мы можем обыгрывать аккорд полуменьшенный натуральным минором лада, в который мы разрешаемся. То есть до полуменьшенный мы можем обыгрывать си бемоль минором натуральным. Если мы пройдемся по нотам натурального си бемоль минора, то мы получим такой лад, как лакрийский. Лакрийский минор — это минор с низкой второй и с низкой пятой. Но особенность этого аккорда в том, что его можно обыгрывать не только лакрийским, но и натуральным минором с низкой пятой ступенью. То есть ладом, в котором мы не будем понижать нону, а будем играть большую нону. И это одна из знаменитых джазовых обманок, когда мы можем в минорной посредственности использовать ноту из одноименного мажора. И это звучит очень здорово, интересно и неожиданно для нашего слуха. Ну что ж, сегодня мы познакомились с четырьмя аккордами и возможностью их обыгрывания. Если у вас есть вопросы, вы знаете, где их оставлять. Если вы просто хотите написать спасибо, напишите это в комментариях. И вообще рассказывайте об этом канале друзьям. Я думаю, что многим это будет полезно. До встречи через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»